Строительные компании при производстве работ в ночное и вечернее время должны соблюдать соответствующие правила техники безопасности. Их проверке был посвящен рейд, состоявшийся на днях в городе Видное. Инспекция посетила жилой комплекс «Зеленые аллеи» застройщик группы компаний «МИДС» «Стройкапитал» и пятый микрорайон застройщик «Сити 21 век». Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Начальник глав стройнадзора Валентин Николаев, инспекторский состав 9 отдела строительного надзора, представители администрации Ленинского района, проверку работ в темное время суток начали со строительных площадок жилищного комплекса «Зеленые аллеи» одного из самых крупных в городе Видное. Застройщик строительная компания «МИДС» «Стройкапитал». В последнее время увеличились случаи травматизма на стройках как и Москвы, так и Московской области. «Проблемы с техникой безопасности именно в ночные часы. Это работы по ограждению конструкций, по бетонированию монолитных конструкций, по армированию. Те работы, которые, в принципе, ведутся до поздна. Те работы, в основном, это монолитные работы, которые нельзя прекратить по технологическим параметрам». На этой строительной площадке нарушений техники безопасности работы в вечернее время комиссия не выявила. «Демдом, здесь жесткие ограждения проемов. Вход в здание оборудован табличками. В соответствии с правилами техники безопасности, вход закрыт от падения предметов и даже поставлена по всем нормам сетка-ловушка». Ограждение, освещение, знаки, предупреждающие об опасности, организация мойки колес, соблюдение тишины – эти правила и другие – проверялись и на стройплощадке компании «Сити 21 век». «На этом объекте не закрыта армирование. Вот арматура не закрыта. И поэтому, если будет дождь, то уже появится ржавчика. Кроме того, с той стороны, там, где сделаны ограждения, они работают сейчас вечером, сделаны ограждения и нет еще кирпичной кладки, то там гирляндами должно быть на каждом этаже освещение». В работе комиссии приняли участие и представители администрации Ленинского района. «Вот компании, которые мы сегодня свидетельствовали, в целом они ведут строительство в рамках требований действующего законодательства, выполняют свои преимущественные обязательства перед администрацией района. И в том и в этом микрорайоне, где мы сейчас присутствуем, будут и объекты социальной культуры, это детские сады, школы. Частично они уже введены, в частности, на объекте, на котором мы сейчас находимся. Есть детский сад, введенный в эксплуатацию. При разработке проектов мы внимательно следим за техноэкономическими показателями, за расчетными, для того, чтобы все те или иные районы были обеспечены объектами социальной нагрузки». Проверка техники безопасности при проведении строительных работ в темное время суток проходила согласно Градостроительного кодекса.